Собака – первые домашние животные, прирученные еще до перехода к земледелию и скотоводству. Именно ее наши граждане держат в качестве питомца. Однако, чтобы выгулить своего четвероногого друга, нужно найти зоны для их выгула, коих в Таразе вообще нет. Какие инициативы по созданию подобных зон предлагают владельцы собак? Какого мнения об этом жители Тараза? И будет ли создана первая подобная зона в областном центре? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент Вальхан Талгатов. Каждым годом число зон отдыха для горожан в Таразе увеличивается. Однако, к сожалению, в городе не возводятся такие зоны, как велодорожки и парки для выгула собак. Например, эта собака Ронни очень любит проводить активно время на улице. И при каждом удобном случае она просит хозяйку вывезти ее на улицу. Пошли, Ронни. Жительница Тараза Анастасия Дьячкова при любом выпавшем свободном времени отправляется на прогулку со своей собакой в парк. Благо, он находится рядом. Однако, по ее словам, не везде там можно погулять. К тому же не только в парке. Например, перед кинотеатром висит знак, означающий, что выгул четвероногих друзей запрещен. Подобный запрет действует и в зоне перед областным акиматом. Нам приходится выходить в парки, в открытые местности. И в таких местах очень много людей ходит, особенно детей. Очень много отвлекающих факторов для собак. Например, дети играют в мяч, собака отвлекается, хочет тоже поиграть, хочет побежать, вырваться. По созданию таких прогулочных зон у Анастасии есть предложение. Она привела пример, что такие зоны существуют в Южной столице. Я думаю, что можно решить нашу проблему с выгулом собак, создав элементарно в уже имеющихся парках какие-то небольшие ограждения. Территории создать, чтобы они были ограждены, как я уже сказала, чтобы собака не вырвалась за пределы этой территории, и чтобы прохожим людям, которые также гуляют в парках, было спокойно. Я видела, есть такие зоны в Алма-Ате, например. Также, по-моему, есть в Санкт-Петербурге. Там, помимо ограждений, есть еще и специальные площадки для того, чтобы собаку можно было, например, тренировать. В этой связи мы опросили раздцев, что они думают о создании этих зон в городе. Большинство придерживаются положительного мнения об этом. Наш город не достиг такого уровня, чтобы у нас появлялись такие зоны. Я думаю, это не нужно. Да, потому что собакам тоже где-то надо гулять. Есть запрещенные места, где нельзя собакам гулять. Для собак нужны отдельные места, чтобы они там трассировались, то же самое, и людям, чтобы не мешали. Я считаю, что да, потому что собаки тоже оставляют мусор, как и люди, но людям не очень приятно ходить после этого. И считаю, что да, нужны места для выгола собак. Да, для собак нужны места для выгола. Ну, не всем людям приятно ходить там, где гуляли собаки, ну, считай. Стоит отметить, что о создании подобных зон высказался и Аким города, Бакаджан Оренбеков на встрече с представителями СМИ в конце прошлого года. По его словам, они будут созданы в городе согласно утвержденному плану развития областного центра на 2023-2025 годы. Есть необходимый специальный зон для пробухи собак, то есть, чтобы домашние животные могли, во-первых, проводить какие-то, ну, с ними время, дрессировку проводить, то же самое, да, то же самое. Значит, специальное место, отведенное для, скажем, для любителей собак, для домашних животных в городе мы планируем. Место, пока мы не определили, сейчас у нас несколько вариантов есть, архитектура занимается, но специальных зон по всему городу не будет. Будут специально отведенные зоны именно для любителей животных. Согласно закону, выгуливать домашних животных можно не везде. Собаководы предпочитают проводить время во дворах своих домов или на пустыне, окружая своеобразные загоны для животных. Надеемся, что со временем создание этих зон в областном центре принесет удобство горожанам, выгуливающих своих четвероногих друзей. Валихан Толгатов, Ермей Кеншимбек, Айкон Акпарат.